Это да, но не как-то. Ну что, коренец, я предлагаю, точнее, не столько я, сколько я ведущий треку предлагаю начинать, готовы? Уже закрыл, только что. Для начала хочется поблагодарить всех выживших, несмотря на множество проектов и замечательных и интересных докладов. И решивших перейти на новый доклад. Я понимаю, что описание этого доклада весьма отдаленно может подсказать, зачем он идет, не пройдет речь. Для начала давайте немножко познакомимся, кто себя относит к руководителям проектов? О, большинство. Замечательно. Кто себя относит к аналитикам, бизнес-аналитикам, ниже с ними? Все те же. Хорошо. Кто себя относит к продукт-менеджерам? Есть такие? Ёлки-малы. Класс. Классно. Ну, значит, я практически тревал. Мне, правда, остается вопрос, а остальные кто? Разработчики есть? Тестировщики? Ну, не те же, и то хорошо. У меня все равно остается вопрос, кто с остальными. Ну, коротко обо мне, если совсем предмет гордости моей, это 15 лет в софтваре инжиниринг, попробовал себя на всех ролях, практически, наверное. Пока буду исключить тех, которые еще не придумали. В жизненном цирке, соответственно, побыл инжиническим директором, заказчиком и непосредственным исполнителем, фрилансером, разработчиком, бизнес-аналитиком, руководителем проекта. А вот, консультантом, фриланс-инженером, ну и, в общем-то, в последнее время достаточно часто так или иначе ведут тренинги, обучаю людей. Соответственно, я, например, слушаю своим специфизм, отношу управление проектами, управление требованиями и хочу относить управление продуктами. Небогатность всех компаний, но, тем не менее, с ними пришлось поработать некоторые замечательные знания, которые там бродят, или, по крайней мере, если не знание, то, то оттуда удалось их учить. О чем мы сегодня будем говорить? Сначала мы совсем коротко обозначим про мнение, об инструменте, кому зачем, а мне нужно. Не могу сказать, что я вам предоставлю такую вот четкую пошаговую технологию и инструкцию, как со всем этим делом работать, но попробую ее проиллюстрировать не совсем идеальным, но, тем не менее, достаточно ярким, на мой взгляд, примером. Я вот долго мучился, многие люди, наверное, я тут сижу и сейчас оправлю с презентацией. Одна из самых сложных для меня задач, это предложить такой вот пример, который действительно понятен всем, да, о чем идет речь с точки зрения работы с потребностями потребителей. И, в конце концов, остановился на примере, который лучше всего работал у нас на применение по управлению продуктами. Так что попрошу не бить за, с одной стороны, сбитая система, с другой стороны, возможно, другое прочтение истории, которое я вам покажу. Итак, кто знает, что такое рок-проблем? The рок-проблем, да. Проблема камня. Хорошо. Внимание, руководители проекта, которые у нас работают для конкретного заказчика. Все сталкивались с ситуацией, которая называется, заказчик рассказывает, что ему нужно, вы делаете. Приходите к нему сдавать проект, он снова вам рассказывает, что нужно сделать. И потом снова вы делаете. И вот этот вот бесконечный цикл доработок продолжается. Слышали, не слышали? Собственно говоря, метафора или история, которая эту ситуацию покрывает, называется классики индустрии из рок-проблем. На берегу сидит учитель или заказчик. И мальчик говорит, мальчик принеси мне камень. Мальчик? На пляже, камень. Придежал, принес. Мне мальчик. Не такой камень, конечно. Мне нужен будет приблизительно такого размера мальчик. Ага! Ну ладно, прибежал, принес. Роз Ό, мальчик, ну мальчик, ну размер классно? Мне бы вот чтобы он ещё был шероховатый. Мальчик пометал в спин that's sick. Нашёл шероховатый камень. Шероховатый классный, но теперь он должен быть красным. Нашёл красный камень, на этом и стои заканчивается. Но, тем не менее, с точки зрения нашего заказчика и нашей истории Проблема состоит в том, что под камнем, который изначально понимает заказчик И который он у нас просит, и который мы для него делаем На самом деле может пониматься все, что угодно И более того, очень важно понимать, что в процессе того, как мы этот камень ему предоставляем Для него открываются новые грани и новые понимания того, что ему на самом деле нужно То есть вот это постепенное формирование, оформление, осознание действительно того продукта Того инструмента, который решит проблему заказчика, оно занимает длительный процесс И один из самых, ну, наверное, где-то в индустрии, наверное, а-ля agile разработка Быстрое прототипирование помогает решить эту проблему Но иногда все-таки эту же проблему можно решить не разрабатывая, а подумав изначально И особенности это важно тогда, когда у нас нет возможности Несколько раз кинуть нашего заказчика продуктом И, соответственно, на основании этого понять, что же на самом деле ему нужно То есть если еще, когда у нас есть фиксированный заказчик К нему можно прийти с бумажным прототипом и сказать Ну и что ты думаешь? Ну скажи, да? То когда мы хотим выпустить продукт на рынок Прийти к заказчику и показать ему некоторые макеты, эскизы И сказать, ну давай, садись с нами за стол переговоров И будем с помощью бумажечек решать, как тебе будет удобно пользоваться продуктом Будут работать? Не будут? Замечательно Собственно говоря, в итоге в проекте это фигурирует очень простой ситуацией Да, это соответствует моим требованиям, но это не решает мою проблему Следующая ситуация Знакомая картинка, да? Продумавший руки про продукт Ну, замечательно Что у нас происходит с продуктом, в котором мы предлагаем Продукт, который точно так же ориентирован на некоторую первичную потребность Которая задекларирована пользователями Которую мы услышали с рынка и которую мы реализовали Ну, собственно говоря, пропасть между инноваторами и всей остальной массой Скорее всего, мы не пройдем Да? Знакомая тема, да? Любите? Кому нравится эта сентенция? Замечательно Я с вами не согласен Покупателю нужны не отверстия, ему надо повесить полку Согласны? Да, ну, такая фигня какая Ну, всегда покупатель полка На самом деле, ему не повесить полку, а хранить вещи надо Ну, можно на самом деле, здесь можно все дальше и дальше углублять Тема, у меня просто тут места не хватает, там еще много поползает А давайте, о чем нам говорит вот эта вот незамысловато и рамка? Это на самом деле лирическое отступление, но хотелось бы обратить ваше внимание на один аспект, который здесь присутствует То есть, что они всегда за лесом и видны деревья За деревья и видны лес, собственно Что на самом деле лирическое отступление? Пользуйтесь на цепь, понятно Главное, что ты сам не знаешь, что он хочет Замечательно? Смотрите, на что бы хотелось бы обратить ваше внимание То, вот конкретно в этом примере Если бы у нас здесь изначально были пользователи, которые хотят дрить То есть, устройство, которое делает много разных видов дырок Вот, у нас был бы максимальный сегмент По мере того, как мы начинаем уточнять Сегмент здесь сужается То есть, собственно говоря, ориентация, с одной стороны, здесь происходит двойственность С одной стороны, мы расширяем площадь решения Потому что мы поднимаемся на другой уровень абстракции Который позволяет решить проблему по-другому Потому что для того, чтобы хранить вещи Мешать полку можно уже не одним способом Не только с помощью дырок и еще чего-то Хранить вещи тоже можно уже не с полками, а многими еще Но с другой стороны, у нас меняется вот этот вот сегмент С которым мы работаем Если мы все-таки производители дрели Будем думать о том, что пользователям нужно хранить вещи И для этого они будут делать дырки Это будет очень узкозаточенный сегмент Собственно говоря, здесь, соответственно, проблема возникает А, собственно говоря, на кого из них ориентироваться? Соответственно, дальше возникает следующий, самый главный инструмент Какой? Project Manager, Аналитика и всех остальных Глава Голос требований Пять вопросов почему, да? То есть, собственно говоря, докапываясь до истинной причины Почему пользователь пришел и поспросил вот эту вот самую кнопочку Вот эту вот самую формочку Вот этот вот самый отчетик Старая добрая аксиома аналитика говорит Спроси пять раз почему Там есть еще приписка, не используя при этом вопрос почему Да? То есть, найди способ просить так, чтобы не задавать вопрос почему Но тем не менее выяснить, почему ему это потребовалось Соответственно, так или иначе, у нас под цепочкой Вот любой потребности, которая плывет на поверхности У нас всегда существует достаточно, видите, большая иерархия потребностей Которые выстраиваются в последовательности Соответственно, вот эта вот вещь Работа выяснения на корневой проблем, которую мы будем решать для пользователей На самом деле, это вполне справедливое решение Можно говорить и о сегменте потребителей, которым нужна не дрель, а дырка Замечательно Можно говорить о сегменте, которым нужна не дырка, а которым нужна полочка Это все отдельные сегменты Но мы должны определиться, для кого мы это будем делать Кто есть наш покупатель, кто есть наш потребитель И какова его иерархия потребностей Где для него находится вот та конечная точка, в которую мы будем стремиться Вы думаете, в принципе, есть разница? Ну, вообще С одной стороны, я с вами соглашусь Абсолютно Количество потребителей Или заказчиков Смотрите Есть профиль целослевого пользователя Сам электроописывается Вопрос очень хороший Я всегда стараюсь сидеть на двух стульях И действительно Здесь этот инструмент Это инструмент Как и дрель Можно использовать для дырки, на которой вешать полочки Можно использовать для того, чтобы украшать дом А можно просто побаловаться Или использовать его как дополнительный тащильный камень Еще для чего-то Соответственно, инструмент Лестницы потребностей Он работает как с корпоративными пользователями В каком смысле? Именно в том смысле Что у вас Последовательность, в которой у вас открываются Что им на самом деле нужно Это такой пайплайн Да? Да? То есть, пока вы не удовлетворите одну Вы до другой не дойдете И, соответственно, если мы даже Вот здесь есть две плоскости Одна, да? То, как пользователи Воспринимают И способны вам донести информацию О том, что им нужно Это одна лестница А вторая лестница В немножко другой плоскости Это может быть потребности О которых мы говорим Работа, например, с заинтересованными лицами Да? Каждый раз, сталкиваясь с шаблоном В котором написано Заинтересованное лицо Его основная цель Обалдеть Что? Одна? Соответственно, у вас возникает вопрос Связанный с тем, что Так или иначе Если мы говорим о заказном Программном обеспечении У нас всегда У любого заинтересованного лица У него тоже лестница потребностей У него есть непосредственные задачи Которые нужно сделать здесь и сейчас У него есть Определенные стратегические цели Из которых он собирается С помощью этих задач достичь И у него есть еще Где-то там Какая-то потребность Которую Он на личностном уровне Хочет закрыть И это тоже лестница Почему Вы хотите Чтобы этот проект Был сделан тогда-то? Тут очень много говорили О переносе сроков Еще о чем-то Собственно, один из вопросов Зайти с самыми лицами работы А почему вам нужно Чтобы вот это Было достигнуто К такому-то сроку? И вполне возможно Что для того Чтобы достичь Вот этого срока Вовлетворение Этого потребителя Или конкретного заказчика Совершенно не обязательно Совершать чудеса По созданию Полного законченного продукта Один из самых больших Суксесс в истории Которые я видел Это команда Которая Ну вот в этом Идеальном варианте То есть заказчик Бился головой об стенку И кричал Что вот к такому-то часу Конкретного месяца Ему нужно Вот полнофункциональный продукт Который он сможет продемонстрировать На соответствующей Всемирной выставке Потому что у него под это Завязано все Если он не демонстрирует Он вылетая оценка Инвестиции заканчивается Все Ну я думаю Что здесь Люди наши русские Они сообразительные Да? Что сделала команда? Записала видео Точно Да? То есть потребная заказчика Была демонстрировать Возможности продукта И обсуждать С потенциальными Заказчиками и инвесторами Возможность инвестировать Да? Им не нужно было Чтобы кто-то Зачем-то там что-то Кликал Или даже в общем-то Использовал реальные возможности Поэтому Если бы команда Уперлась И началась бы там Какие бы то ни было Использовать ощущения Для того чтобы хоть как-нибудь Что-нибудь сделать Продукт все равно был бы Кривой С ошибками И проблемами Да? Но это не нужно было заказчику Соответственно вот эта вот Работа с потребностями Что реально Что реально необходимо заказчику Она важна как с точки зрения Глобально Когда мы работаем С широким потребителем Но там у нас это уже Не отдельно взятые люди Да? Стейкхолдеры У которых есть имя фамилии Там сложнее Там приходится придумывать персону Да? Сформировать портрет того потребителя Того клиента Той нише Для которого мы решаем Проблемы Если мы начинаем проект Сначала Снуляющее С чего-то Понятно что мы выбираем Некоторого Конкретного Васю, Петю, Рому Да? Для того чтобы Сформировать Вот этот вот образ И Оттолкнуться от чего-то Но чем Масштабнее наш продукт Чем шире тираж Тем важнее для нас Становятся персоны Если мне не изменяет память Майкрософт для своего Одиннадцатого офиса Использует Одиннадцать персонок То есть грубо говоря Для каждого продукта Совершенно разные персоны Я к сожалению Не смог найти У них есть картинки Для этих персонок Я не смог найти Картинки конкретных Этих персонажей Которые они используют Тут всего одиннадцать персонок Для которых прописано все Образ жизни Характер Чем они занимаются Что они хотят От этих продуктов Но потребности их В отношении Поскольку я знаю По крайней мере Продукта Они явным образом Лесенки не выстроены Соответственно Мы работаем над Достижением И пониманием того А что собственно говоря Является ключевой задачей Выстраивание Лесенки вверх Собственно говоря Какие здесь есть Возможности Методы Совсем коротко Это в общем то Надо понять Точку зрения человека Стать с его стороны И подумать Что говорит Что думает Что чувствует Что делает Дальше Лучше собранную информацию Трансформировать В некоторое понимание А Чего хочет Что для него важно В чем состоит проблема Задача Что будет решением Вот такой момент Связанный с Problem Statement Я не знаю Кто-то из ребят Я помню здесь присутствующих Проходил тренинги По проблемам требования Не присутствует Я всегда говорил Что в Vision Концепции Это единственная Если вам нужно было Разработать один единственный Документ для проекта Какой-то проект Документ В Vision В Vision Основная ключевая вещь Это формулировка проблем Точно так же Как для продукта Это позиционирование продукта Есть формула Которая позволяет Сформулировать проблему Которую Это один из способов Сформулировать эту проблему Если мы Делаем заказной проект То у нас Основной аспект Пойдет на то Что мы должны Играть на двух уровнях На уровне Заинтересованных лиц И на уровне Пользователей Которые будут играть С нашим продуктом Если мы делаем Заказной проект То здесь тоже Истается эти два плана Но они не столь явные У нас основным Становится вместо заинтересованных лиц План работы с конечным потребителем Потому что он голосует Своим кошельком За наш продукт Но тем не менее Надо понимать Что если наш продукт Наша концепция Не будет соответствовать К примеру С точки зрения Инвесторов В этот проект То скорее всего И не дойдет Этот продукт А потребителя Соответственно С точки зрения Это честно Ну не скажу Что честно сворованные Для того чтобы они были Честно сворованными Надо всех Узренеть И поставить Но основа вот этих вещей Это Программа Команды Design Center Слышали о таком направлении? Вот Соответственно Которая занимается Обучением у нас Дизайнерскому мышлению Дизайнерскому мышлению Это включает себя Инструмент Связанный с лестницей потребителей Ну Лестницы потребностей Да Потребители Лестницы потребностей Как готовы Там есть некоторые моменты На что делать Что собственно говоря Я вам предлагаю сейчас сделать Для того чтобы То что мы сейчас с вами Назвали мастер-классом Было хотя бы чуть-чуть похоже на мастер-класс Я предлагаю вам подумать Итак Клиент Что говорит, что думает, что делает, что чувствует Готовы что-то написать? Чего-то 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 тут не хватает Да? Давайте мы добавим Картинку клиента На что-то похоже? Уже можно говорить о том, что он делает, что он думает, что он чувствует Образ формируется? Ну Я не походил Но чего-то еще не хватает Да? Собственно говоря Говорить о том, что действительно он думает, делает и прочее-прочее Ну, недостаточно одной картинки и некоторых представлений Теперь в нем специфицируем предметную область Да? Ну Я не нашел лучшего отображения гаджета мобильного Да? И давайте я дорисую немножко картинку Это вполне состоятельный человек, который достаточно много времени проводит в разъездах, в дороге и прочем-прочем Который весьма обеспечен Правда, я не знаю, как думают зрители, а по штанам и горошек Вернемся на ситуацию, ну так, лет пять назад Соответственно, с вопросом на тему того А что он думает и чувствует относительно дорогих мобильных гаджетов? Ну, вероятнее, что он думает, что это круто Думает, что это Снапус Хотя нет Хочешь так делать? Ну, смотри, я вам честно скажу Это ситуация, в которой Ну, я там айтишник, да? Вот я все время гнался там за устройством, которое что-то позволяет Сталкиваясь с человеком там Инвестором, с руководителем высокого уровня То есть люди, которые уже готовы признать, что они не хотят уже мерять самолк Он говорит, а мне нужна просто говорёк Он достает какой-то там Nokia за 100 долларов, хотя может себе позволить и тысячи и две тысячи оглажей Он говорит, ну да, я знаю, там есть какие-то смартфоны, еще что-то Они мне не нужны Вот и раз, да? Казалось бы, статусные девайсы Все классно, все хорошо Мы говорим, не хочу, да? Мне не нужно В чем собака говорит? Он пытается сделать какие-то простые вещи, но на любом, кто помнит те времена, любой гаджет это была куча ритуальных действий И каждое действие заканчивалось чем? Ребутом Ну да, ребут это не Sony, а просто Ericsson В общем-то заканчивали с лучшим лайком Все время ничего не работает Что-нибудь не работало? По большому счету, в конечном итоге, да? Клиент чувствует раздражение Я что, тупой? Я заплатил тысячу долларов, да? Вот, взял гаджет, да? Я пытаюсь воспользовать какую-то примитивную функцию, забукать гостиницу, да? И после, там, долботни в течении, там, 15-20-30 минут, а то и часа, да? И у меня ничего не получилось, да? Собственно говоря, проще позвонить секретарю, чем всем этим заниматься, да? Я могу себе позволить иметь человека Который у меня сидит и выполняет эти функции Соответственно, результат потенциальный Очень простой и понятный, да? Человек Огромный сегмент, да? Людей, которые бы могли приобрести вот те самые Замечательные навороченные статусные гаджеты А они их не покупают Замечательно Ну и, собственно говоря, другая плоскость, на самом деле Вот это уже не дизайнсингинг Которым можно и удобно пользоваться, да? То есть, мы можем разложить того же самого нашего потенциального клиента В последовательность так как Во-первых, факты, да? То есть, что действительно реально происходит И факты, как правило, нас подталкивают к тому, чтобы Исследовать какой-то сегмент Или работу какого-то потребителя В данной ситуации, по сути, многие состоятельные люди Ну, сейчас уже не пользуются Но раньше точно пользовались простыми трубками Вы видите человека, у которого 2-3 простых трубки, да? Хотя при этом он мог бы себе позволить любой навороченный гаджет Это, в общем-то, было просто И сейчас некоторые по привычке то же самое и делают Собственно говоря, сложная техника вызывает раздражение и отчуждение, да? Вот И, соответственно, вот сейчас я делаю небольшой скачок, да? То есть, маленький скачок для презентации По большому счету потребность этого человека состоит в том, что он хочет получать удовлетворение от использования вот того самого статусного гаджета, который он вложил А не то, чтобы этот гаджет ему говорил «ты тупой» Нет, ситуация на самом деле реальна Соответственно, вопрос заключается в чем? А что можно сделать для того, чтобы эту потребность удовлетворить? Смотрите, сейчас опять небольшое лирическое отступление Вот этот инструмент, который называется «факты, эмоции, потребности и действия» Это инструмент коммуникации с любым нашим потребителем, заказчиком или клиентом Один из аспектов связывающих, ну то есть, есть такое эмпатическое мышление Связано с тем, что когда мы начинаем сосредотачиваться на том, о каких фактах нам говорит этот человек Или какие факты существуют Что он при этом чувствует Какие эмоции он им обладает И какие потребности за этими эмоциями стоит Она позволяет сфокусироваться не на том Он посигнал на мою территорию, он говорит, что я не могу сделать для него продукт, который его достоин Да он сам дурак Это позволяет сосредоточиться именно на его точке зрения Перейти к тому, а какими действиями мы можем удовлетворить эту потребность Чтобы вот эту ситуацию изменить так, чтобы были другие факты Были другие эмоции И были другие потребности Вот смотрите, я в последнее время, раньше я очень стремился, как тут много коллег говорить о процессах и еще чем-то Я очень стремился к очень сложным моделям, взаимодействиям и прочему, прочему, прочему И в общем-то, как показывают практики, я обычно пользуюсь теми моделями, которыми Насколько им комфортно пользоваться В какой сложности модели им комфортно пользоваться Кто-то пользуется, говорит, два тезиса воспринимается Кто-то говорит три Консультанты самые хитрые Они понимают, что в большинстве людей нормально принимают три аргумента Но менеджеры, они упертие Поэтому им нужно два аргумента Но консультанты же должны быть крутыми, поэтому они дают два аргумента Но дают их в виде бустонской батрицы Всего два измерения Ну вот вроде как четыре показателя Да, очень круто То есть два понятия и четыре ячейки Они самые в этом деле Но вот сейчас я стремлюсь именно к тому, что простые модели ментальные, которые работают Они эффективнее, чем сложные модели Итак, собственно говоря Ответ вы уже, наверное, догадались, да? Трех раз, да? Или даже предыдущий уже Да? То есть, хороший Собственно говоря, простое воспользование, правда, для низколиклифицированных, да? Небольшим количеством функций найдешь И что? Вот это вот Успех? Кто помнит историю? Первая модель Как iPhone продвигался В чем проблема? Вот этого аппарата Проблема в смене Весь смене в парадигме использовали штуки Была очень большая Смотрите Дилемма состоит, в общем-то, проста Я пытался дальше выразить это Как это? С помощью языка слайдов Ну вот я долго, мне не совсем получилось Поэтому я начну сначала словами, а потом поясню слайдами Ситуация заключается в чем? По сути дела Представьте себя на месте бизнесмена, да? Или состоятельного человека Основная, по сути дела, проблема состоит в том, что гаджет технически для него был слишком сложен И теперь скажите ему, каким образом донести до него мысль, что вот этот вот новый гаджет Он просто в использовании, но он не тупой Проблема заключается в том, что вы не можете предлагать человеку статусный продукт, который будет быть Это гаджет, но только для тупой Во-первых, он должен стоить дорого В этом случае Ну, там есть достаточно с платиной, с алмазиками Та ниша уже занята, туда бесполезно лезть Может быть идея, может быть ты хочешь сделать Ты можешь сделать его настолько сложно, насколько ты сам захочешь делать с помощью приложения Еще раз, ребят, достучаться до потребителя с помощью вот таких вот длинных логических построений на самом деле очень сложно Можно ему вынести основные, сделав легкими То, что у него раньше вызывало тупость, то, с чем она была чуть ли не сделать, это просто Смотрите, на самом деле я хочу вам сказать, что, грубо говоря, докопавшись до идеального решения для нашего заказчика Мы проделали колоссальную работу Мы поняли ключевой момент, связанный с тем, как можно удовлетворить его потребность Это особенно часто встречается в заказной разработке Вы сделали 10 проектов по отчетности Или вы сделали 10 проектов по учету Заказчик работает во второй организации в жизни И он начинает вам рассказывать, грубо говоря, классные идеи, которые были классными лет 10 назад Ну, потому что у него опыта нет А вы знаете, что ему нужно? Что в результате происходит? Получается, самая главная болезнь пьемов и разработчиков, которые говорят Я знаю, нужен заказчик на самом деле Что происходит с такими проектами? Да, заказчик все равно не готов это купить Почему? Потому что его ментальность, его восприятие картинки Слишком далеко от вот того результата замечательного, о котором мы говорим Собственно говоря, шаг дальше Если мы говорим о том, что мы начинаем позиционировать прямо продукт, да? Упирая на ту потребность, которую мы выкопали и осознали На самом деле, я тут написал 10% Я не помню статистики, да? Я говорю о тех процентах, которые, по крайней мере, хотя бы осознали, что у них существуют проблемы То есть на самом деле, да, казалось бы, мы тут уже, да, мы просветились Мы поняли ключевую проблему, мы можем сделать продукт, который взорвет рынок Но на самом деле, если те, кто осознал, что у него есть какая-то проблема Перейти к тем, кто уже понял, в чем эта проблема состоит И к которому мы можем прийти и сказать Бах! У меня есть такая фичка классная, и вам будет от нее кайфово Их 10% хотели В принципе, у вас его уже, по сравнению с дилеммой инноватора У вас все-таки будут сегменты, возможно, он постепенно раскрутится А возможно и нет Но, по сути дела, да, для того, чтобы восстановить все это дело Мы должны на каждый шаг цепочки потребностей На каждый шаг, который мы задавали почему По сути дела, дать свой ответ Каждый уровень потребности должен быть закрыт с точки зрения возможностей нашего продукта И вот это один из ключевых моментов Цепочка почему? Она может идти по разным измерениям Она может идти по измерениям, условно говоря, пирамиды Маслова Это будет с точки зрения личностных потребностей человека Она может идти по вопросам с точки зрения Если мы берем заказную разработку и берем менеджера в какой-то большой иерархической структуре С точки зрения формальных требований, конъюнктуры, личных интересов Но вот эта многоплановость, она подразумевает то, что у вас есть для каждого уровня, который вы прошли и поняли Вам недостаточно удовлетворить конечную точку Вот это вот Ух ты! 10 минут Класс! Удовлетворить конечную точку, которую мы нашли Вам надо пройти и провести заказчика через каждый почему, который там проходит И либо вы этот орган должны пройти вместе с ним на уровне понимания, либо вы должны пройти его со своим продуктом Ну, собственно говоря, вот этот слайд, я боюсь, что он не претендует на идеальность и полноту Но совсем кратко можно его выразить таким образом, да? Это не совсем лестница потребностей, но тем не менее, да? Что хочет, допустим, мы сказали, что одна из основных потребностей, то, что лежит на поверхности, да? Почему отказывается менеджер пользоваться гаджетом, да? Мне нужна простая трубка, чтобы звонить, да? По сути дела, он не видит пользы от тех возможностей и функций, то, что у него на поверхности Которые предоставляет навороченный гаджет Собственно говоря, дальше, да? То есть ему не нужны дополнительные сверхусилия, чтобы чего-то добиться от этой вещи Одна дополнительная фишка, которая не совсем в этой иерархии, но тем не менее, у него существует требование Он хочет, чтобы это у него было доступно по возможности везде Ну, собственно говоря, последний финт ушами, да? Который на поверхности звучит так Убедите меня, что это мне нужно, да? Но не говорите мне, что это для тупых Собственно говоря, каким образом происходил ответ на все это дело? Во-первых, только ключевые функции То есть изначально позиция, которая декларируется, вы не найдете там, грубо говоря Майкрософт, вот планшетный Windows, Windows 7, он оптимизировал функциональность Он оптимизирован под 111 сценариев использования планшета Кто-нибудь смог воспользоваться эффективно планшетом? Майкрософтовским Да, там была отдельная работа, чтобы оптимизировать Там было выделено 111 сценариев Сколько сценариев оптимизации айпада? Не айпада, айпада Три основных Собственно говоря, результат налицо, да? То есть вот этот вот переход Не надо так сказать про лицо Результат, собственно говоря, со встречом Выделение ключевых функций для того, чтобы обеспечить их раздазум Следующий шаг, да? Использовать везде мобильность, да? Нужно, чтобы это работало Вот если, смотрите, одна из... Почему это важно? Потому что для бизнес-пользователя Вот если ему, грубо говоря, он в офисе этим пользоваться можно? Может, да? А он вышел на улицу и ему для того, чтобы этим воспользоваться надо звонить секретарше, да? Для него уже это бесполезная функция в гаджете И ему проще уже все время звонить секретарше, да? Вот И следующий вопрос, я его так завуалированно оставил В рекомендации других пользователей Apple сделал офигительный шаг, когда продвигал айфон Всякие совпадения имен, названия и прочее, прочее, прошу считать случайностью Первоначально, какой был цвет выпущен? Чертный Белый Нет, ну, у него была наникелированная задника Первоначальный был белый, более того, первоначальная компания в Америке Ну, я, правда, как это? Продаю то, что мне продали ребята, которые были в Стэнфорде на мастер-классе, которые им там чего-то рассказывали Вот То есть идея заключалась в том, что для того, чтобы продать Вот тем самым бизнес-пользователям в начале в Штатах айфон продавался белый для секретарш по принципу того, что он очень простой в использовании Его изначально не позиционировали для бизнеса Но это была очень короткая зона, в которой его продали людям, да? С которыми общается ключевая аудитория Вот это был один из моментов То есть там много рассказывают о разных фишах и дополнительных маркетингах Но один из основных фокусов этой рекламы состоял в том, что Донести до конечного пользователя Мысль о том, что это простое в использовании устройство С помощью того, что не вводя в рекламу никаких упоминаний о простоте или еще чего-то Просто попробуйте это, да? Потому что упоминание для бизнеса или для уважающего себя человека, покупающего столкновенный девайс Хотя бы какая-то ассоциация с тем, что это устройство для тупых, которые не могут справиться, да? Вот, это бы прибило в всякие продажи продукта И, соответственно, в итоге получаем что? Что пользователь получает, по сути дела, громадное удовольствие от использования продукта, который он приобрел благодаря своему статусу Вот, смотрите, это один из пример возможных лестниц, да? По сути дела, здесь, на эту лестницу я положил не все выставленное в четкую работу, да? Потому что новинность, да, и без усилий, по сути дела, это одного уровня требования, да? То есть, с точки зрения уровня абстракции Но сама суть лестницы потребностей, она должна быть понятна То есть, если для того, чтобы удовлетворить корневую, решить корневую проблему пользователя Мы должны проходить некую цепочку преобразований шагов в понимание То точно такие же шаги должны быть закрыты определенным результатом в нашем продукте Что мы делаем для того, чтобы эту потребность удовлетворить? Я думаю, что сама мысль понятна Соответственно, вот этот момент, да? Все мы знали, я хочу коротко суммировать, да? Все мы знали о том, что надо искать корень проблемы Вот то, что привносит инструмент лестницы потребности состоит в том, что нужно не только искать корень проблемы Но от этого корня, когда мы его нашли, грамотно спускаться к нашему потребителю, закрывая каждый шаг, который мы сделали, переходя к нему И, по сути дела, это инструмент валидации нашего решения Если наше решение решает каждую проблему на вот этом из уровней, который мы выделили, значит мы сделали хорошее решение Если наш инструмент по какой-то причине, как мы думаем, что он решит вот эту проблему, но у него здесь провал, да? Ну, к примеру, не позволяет ему что-то сделать, да? То мы не перейдем к решению этой проблемы Ну, собственно говоря, что-то вот так Если суммировать, да? Что мы для этого делаем, чтобы построить лестницу потребности, да? Сначала мы находим человека, да? Условно говоря, формируем персону, да? Которую мы строим продажу Дальше мы, в общем-то, выстраиваем вот ту самую цепочку, какую задачу мы хотим решить, да? Как эта задача? И решение, которое мы создаем, мы валидируем, да? По каждой ступенечке Что наше решение дает, чтобы закрыть каждую ступенечек потребностей Ну, собственно говоря, все Вот Здесь реклама блога моего друга и со товарища Константина Гридвюка Который, к сожалению, в связи с запуском продукта не смог поучаствовать в этой замечательной конференции Очень просто называется SVPM.ru Те, кто любят LinkedIn Там есть отдельная группа продукт-манеджеров В которой происходят различные активности В которых Так или иначе пытаемся разогревать эту тему Вот Ссылка на На Тренинг по принципу управления созданием новых продуктов Ссылка на Ссылка на Ребята, которые делают Собственно, говорят Именно и школы по дизайн-мышлению И Откуда и взят Взята сама идея То есть они немножко по-другому используют эти супотребности И идея взята у них Я честно вот таким образом Возвращаю им Долг Да Ну, собственно, спасибо большое за внимание Вопросы Спасибо Пять минут на вопрос И следующий Доклад Последний Ну, вопрос вот какой Значит Лестница Таким образом строится Вот Базовая потребность К проводке Ну и там обратно Да А еще у нас были Вот эти самые Матрицы 2 на 2 Какую-нибудь связь Можно Последить между этими двумя конструкциями Ну, особенно Особенно матрицы, которые Проебовали Что думают Говорят Смотрите Вот эти вот матрицы, которые у нас там были Это матрицы, которые позволяют Которые предназначены для того, чтобы мы собрали информацию О наших потребителях Грубо говоря, для того, чтобы задавать вопросы Почему И давать на них ответы Нам нужно неким образом проработать нашего потребителя Как его прорабатывать Вот собор первичной информации То, с чего начинается наш замечательный Замечательная работа над самой лестницей Это состоит в том, что мы должны сформировать образ Вот это формирование образа персоны И понимание того Как звучат эти вопросы и ответы И это и есть вот эти вот матрицы, касающиеся Говорим число земной Так, что первичное повторить Значит, сначала рисуем матрицу Сначала Сначала строим персону Потом рисуем матрицу Возвращаемся к предпоследнему слайду Очень быстро, да Все, все, все Не, не, ладно Вот Человек Проблема Валидация решений Но у нас же нет человека Как правило У нас есть Персона 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 Мы строим по методу этого Кашпатрики Рисунок Ну, в больнице Вы как пациент Опер Знаешь, я сейчас смотрю на это немножко Вот для меня Я не хочу приватиться к вот этим вот шаблонам То есть Мы берем процесс, которому мы предлагаем решение Мы раскладываем его по шагам И мы раскладываем его, собственно говоря По вот основным вещам, связанным с человеком Вот ключевой момент связано с тем, что мы должны То есть То, что он говорит То, что он думает Мы можем в процессе интервью Работы с блогами Еще с чем-то почерпнуть То, что он чувствует Мы можем это тоже понять По косвенным причинам, собственно говоря, общаясь, да Собственно говоря, вот Мы сначала это, допустим Если мы работаем с виртуальной персоной Мы сначала это придумываем Потом мы это проверяем На ком-то, кто потенциально подходит под этот портрет, да Валидируем эту нашу модель И тогда у нас появляется возможность Выстроить лестницу потребностей К той проблеме, которую мы собираемся решить Это просто шаги Ну, вот честно скажу То есть для Это не пошаговая инструкция Но если вы сделаете Проработаете образ персоны Именно таким В таком ключе, да Вот конкретная задача В рамках которой Хочу что-то сделать И вот что он думает Вот что он чувствует Вот что он говорит, да Ты получишь тот образ Который тебе уже позволит Дальше толкнуться Вот Дмитрий, спасибо большое Ваши Стоит ли Поднимать потребителя Вот по этой лестнице Работать над этим Инструкцией Какие-то подробные места Что вы проводите И так далее Еще раз Смотрите Грубо говоря Стоит ли добиваться Осознания Своей потребности Потребителем Ну вот У потребителя Как бы мы на разные Персоны рассчитываем Да Делаем для каждого Для каждого шага Шага Эта лестница Что-то Да Нужно ли Для тех То Пока На нижней ступеньке Эта лестница Которая только Минимальная функция Добиваться Пытаться Для них Чтобы они допустим Поднимались выше Смотрите Я это воспринимаю По-другому Просто-напросто Потребитель Который Будет двигаться Если ваша лестница Которую Вы закрыли Своим продуктом Она соответствует Его потребностям Он по мере Работы С различными Возможностями Он будет Все больше и больше Любить вас продукт То есть Не обязательно Куда-то двигать Пока он счастлив Что вы удовлетворяете На первой ступеньке Это замечательно Вы понимаете Что когда человек Получил удовлетворение Первичное Как по маслу Я хочу пить Попью Я хочу еще что-то Да По мере удовлетворения Потребности Просыпаются другие Вот Проблема заключается в чем Что если бы удовлетворили Только поверхностную Потребность вашим продуктом Да Человек воспользовался Да То есть да Вроде бы Продукт удовлетворяет Требованиям Да Но вот как-то Нет Нет чего-то внутри Он положил вещи Они у него лежат удобно Он счастлив А мы ему говорим Ведь там нужно вот так Полочку настроить Что пища будет лежать еще удобно Вот Постойте Здесь вопрос последовательности То есть это из области психологии и потребностей и мотивации То есть одна потребность Следующая потребность открывается тогда, когда удовлетворяется Первичная То есть в какую последовательность у него эти потребности есть? В такой последовательности он их будет открывать для себя Только проблема для продукта состоит в чем? Что когда пользователь удовлетворил первичную потребность, у него возникло следующее. Если ваш продукт ориентирован только на поверхностное решение, будем удовлетворять. Что делает пользователь? Он идет к другому продукту. То, чего мы не хотим, это для того, чтобы пользователь взял продукт, попользовался им неделю и сказал, да, вроде бы это позволяет на первичном уровне делать что-то, но моя проблема не осталась решена. Вот что, а специально какие-то действия для него производить, в принципе, можно формировать потребителей. В общем-то, по большому счету, это и происходит в многих областях. Но это должно делаться ненавязчиво, как реклама айфона для блондинок. То есть, таким образом, если потребитель по лестнице не идет, это говорит там, нет, это как раз наоборот. То есть, он по идее должен идти сам, если он сам туда не идет, значит, что-то не так с нашей лестницей. Или с пониманием потребителя, или еще с чем-то. А зачем вы хотите, вот смотрите здесь, зачем вы хотите его, если вы хотите, то есть, это отдельная плоскость, если вы в различные возможности продукты раскладываете как бы по лестнице и хотите за них брать больше, да, это немножко о другом. Я бы так не советовал делать. Хотя так используется, но это немножко не о том. Вот еще раз, да, вот здесь момент именно связан с чем, что лестница потребности ориентирована на то, чтобы мы не ориентировались на поверхностное желание, да, на поверхностные рефлекторные какие-то вещи, да. Вот, они позволяют привлечь потребителя, но они не позволяют его удержать. В современном рынке, на продуктовом рынке, или даже там заказной разработке, то, что здесь и сейчас хорошо, оно в дальнейшем не работает. Но мы можем перенести фоно, чтобы не забрать время. Спасибо. Время.